Солнечная станция Солнечные энергетические компании планируют возвести солнечную электростанцию в запретной зоне возле Чернобыльского ядерного реактора, который пережил сильнейший взрыв в 1986 году, загрязнивший окружающую зону радиации. Шо Хуа, председатель компании GSL System Integration Technology, которая взялась за этот проект, говорит о том, что такая попытка восстановить разрушенную зону с помощью чистой возобновляемой энергии принесет большую социальную и экономическую пользу. Пример извлечения всей возможной выгоды из неблагоприятной ситуации должен сподвигнуть все глобальное мировое сообщество на то, чтобы начать тяжелую работу по реализации Парижского соглашения. Тысячу квадратных километров лесов и болот, запрещенных с 1986 года для проживания и посещения, окружает бывший Чернобыльский ядерный реактор, расположенный на территории Украины. Сам реактор будет в следующем году накрыт стальным куполом стоимостью 1,6 миллиона долларов. Ну, вообще-то, статья написана в 2017 году, друзья. А если тот самый стальной купол из 1,6 миллионов долларов, что-то сомнительно мне, конечно, чтобы в Украине такое воздвигали. Но будем продолжать дальше. Компания GSLSI не разглашает детали того, где именно будет построена новая электростанция и во сколько обойдется ее создание. Однако, менеджмент компании уверяет, что проект будет абсолютно безопасен для рабочих. В Украине принят закон, позволяющий использовать данную местность для сельскохозяйственных и других целей. А это означает, что радиация под контролем, говорит один из руководителей компании, пожелавшей остаться неизвестным. Китайские фирмы, отвечающие за строительство электростанции, пытаются создать вокруг проекта ауру международной важности и показать наличие передового опыта по выработке чистой энергии. Еще до Чернобыльского проекта китайцы успешно превращали загрязненную землю в источники питания для возобновляемой энергии. Для того, чтобы избежать захвата мегаполюсами сельскохозяйственных угодий, китайцы результативно внедряют политику, поддерживающую развитие солнечных и ветряных плантаций на загрязненной земле, например, в Шан-Си, главной угольной провинции страны. Таким образом, планируя к концу года получить 43 гигаватта энергетической мощности, Китай лидирует в мире по уровню производства солнечной энергии. В гонке за глобальное энергетическое господство он также впереди планеты всей. В 2015 году 72% всей солнечной энергии, полученной в мире, было произведено в Народной Республике Китай. Но вот далее уже сегодняшние заметки. Я не буду обсуждать Китай, вы понимаете? Потому что вы сами всё знаете о той зоне, где китайцы начинают сеять, выращивать какие-то свои продукты. Там хоть трава не расти, дальше всё будет мёртвым. Поэтому о солнечной энергии и о том, что они вошли в Чернобыльскую зону для каких-то своих целей, и опять-таки впереди планеты всей. Давайте посмотрим, что теперь, что там делает господин Зеленский, это новый президент Украины. Зеленский превратил Чернобыль в открытую зону, это уже июль 2019 года, а та заметка была 2017 год. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в одну из точек экономического роста страны. Как пишет страна ЮА, он намерен пресечь коррупцию, развившуюся вокруг этой территории, и привлечь к ней внимание туристов, сняв запрет на фото- и видеосъёмку. Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины, заявил Зеленский во время посещения Чернобыльской атомной электростанции, где прошла церемония передачи нового безопасного конфаймента, возведенного над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком ЧАЭС. По его словам, превращение Чернобыля в открытую зону позволит ликвидировать огромные очереди на КПП, лишит коррупционеров возможности брать взятки за посещение зоны, пресечёт нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Всё это мы скоро прекратим, превратив зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины. Без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим, подчеркнул Зеленский. До сих пор Чернобыль был негативной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Мы должны превратить нашу проблему в наше преимущество, добавил президент. По его словам, Чернобыльская зона – уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы. Мы должны показать это место миру, учёным, экологам, историкам, туристам, заявил Зеленский. Напомню, что 26 апреля 1986 года на ЧАЭС взорвался четвёртый энергоблок. После аварии над ним был построен Сарко-ФАГ, чтобы сдержать радиацию. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 100 тысяч человек. Попасть в неё до сегодняшнего дня можно было только через единственный КПП. Зона пользуется популярностью у туристов из Великобритании, Германии, Польши, США. В прошлом году её посетило 70 тысяч человек. Но, слушайте, друзья, такой хороший лакомый кусок. И правильно Зеленский делает. Он берёт в руки, ну, якобы государственные. На самом деле, я не думаю, чтобы государство особенно беспокоилось. Во всяком случае, это будет узаконенный бизнес. Когда 70 тысяч человек в год, а значит, откроют зону, будет раза в два больше, как минимум, посещать. И это всё будут деньги в карманы уже, которые разрешит Зеленский пополнять. Так будем говорить. Ну, а то, что Чернобыль – это бренд Украины, негативный. Ну, конечно же, друзья, вы все помните то самое время. Хотя я вам могу сказать, мы так быстро всё забываем, что… И уже про это забыли. И забыли, какая жуть творилась тогда. Но что меня-то здесь привлекло? Что, опять-таки, вот эту всю зону Чернобыля, которую открывает Зеленский, сегодня уже открыли для китайцев в 2017 году. И они уже начали туда входить. Но Украина об этом вроде бы официально ничего не знает. Но мы с вами тоже ничего не знали официально, что там Китай что-то строит в Чернобыльской зоне. Однако же они там строят огромные, гигантские солнечные электростанции вместо ядерного реактора. То есть, вообще-то, Китай будет на территории Украины добывать солнечную энергию и продавать её. Заметьте, не Украина будет богатеть своими землями и использованием своих земель. А Китай будет богатеть за счёт земель Украины. Вот я думаю, почему бы Китаю не сделать, в конце концов, это самое солнечное поле электростанций у себя, в своей стране. Ведь весь Китай пуст, весь центр Китая пуст. Там вообще нет жителей. Их туда не пускают. И если вы слушали до этого мои ролики, где я рассказывала, где центр Китая огорожен не просто военной техникой, а буквально живой цепью из живых солдат. Там стоит вот такое ограждение, куда никого не пускают. Что там в центре Китая, мы не знаем. Но ведь Китай заселён только по своим границам. И всё. И нет никаких миллиардов населения в Китае. Точно так же, как нет таких миллиардов ни в Индии, и ни в других странах. Но это уже про население. А на самом деле, меня, конечно, здесь интересует Украина, её земли богатые, и о том, что и там украинские земли, опять-таки, занимает Китай. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Сиитбурган